Всем привет! Меня зовут Ксюша Каминская. Я живу в небольшом городе в Судловской области. Называется он Березовский, а не Березовский, как многие думают. Это видео я записываю возле своего дома, потому что в условиях карантина от него нельзя отходить дальше, чем на 100 метров. Приходится креативить! Приглашаю вас на автомобильную экскурсию! Березовский – это город-спутник Екатеринбурга. Из преимуществ перед мегаполисом – чистый воздух и вода из артезианской скважины. Из минусов то, что низкопольного транспорта между городами не ходит, поэтому мне и приходится осваивать ручное управление. Поехали, покажу, что тут у нас есть. Поехали? В 2015 году мы с мамой организовали круглый стол, на котором наглядно показали администрации города недостатки в доступности среды. С тех пор ситуация заметно улучшилась. На тротуарах появились понижающие бордюры, а во многих общественных местах переделали пандусы. Город был основан Ерофеем Марковым в 1748 году. Он является первым центром добычи рудного золота в России. Сегодня население города составляет около 60 тысяч человек. Подробнее об истории города и добычи руды можно узнать в музее золота. В парке Победы вы увидите мемориал, военную технику и единственный фонтан в городе. А тропа здоровья – это комфортное место для отдыха на свежем воздухе. Здесь проводят лыжню России и другие спортивные мероприятия. В учебное время в детской школе искусств номер один проходят бесплатные концерты учеников. Я сама закончила ее пять лет назад, а теперь прихожу сюда в качестве зрителя. Более крупное мероприятие проходит во Дворце культуры современник. Недавно его реконструировали по последнему слову техники, и теперь он действительно современный. Здесь мы праздновали юбилей нашего волонтерского клуба «Искорка добра». В бассейне «Олимп» установлен подъемник для маломобильных граждан, так что и у нас есть возможность заниматься спортом. Но сейчас бассейн, как и все объекты, закрыт на карантин. Конечно, «Березовский» не представляет большого интереса с туристической точки зрения. Но зато теперь вы знаете, чем заняться и что посмотреть, если вдруг окажетесь в наших краях. Мы гостям всегда рады. Нас подожди! Субтитры сделал DimaTorzok